Катрины Создателя Посмотрите, что происходит в мире. Самая активная часть мира — тьма. Свет не реагирует, словно сейчас перемирие. Хотя на планете третья мировая война. Я уже говорил, что война мировая. Война за сознание и за мозги. Не нужно оружие фронтовое. Многие люди не видят низги. Люди ожидали продолжения второй. Но для войны уже не нужны люди. Люди — это материал самый простой. Это война мировой катастрофы-прелюдия. Война не за капитал, а за планету. Планета должна быть светом или тьмой. Война не похожа и на вендетту. Она может обернуться для мира тюрьмой. Пандемия — один из этапов схватки. Надо привить людям ожидание, что умрут. Наглая ложь — это тьмы повадки. Ее представители свободу рабам несут. Повторяю, масштабы войны — планета. Такого не было в истории никогда. Не подходит к этой войне слово «вендетта». Забудьте такое слово уже навсегда. Все по масштабам не так. Все по-другому. Есть мировой клуб и его представители. Они и есть темные силы, к слову. Они и есть света белого разрушителей. Война между пространством силами. Не за власть над территориями. Победа сил тьмы написана вилами. Масштабы войны уже мировой категории. Не надо, повторяю, никакого оружия. У людей отнимают сознание. Люди в информационном уже окружении. Не на то сконцентрировано их внимание. Если не ввяжется Бог, то конец известен. Создатель ожидал от людей сопротивления. Понимания ситуации нет ни в одном месте. Люди считают, что это не без проявления. Люди смирились с концом света. Так ведь записано в древних книгах. Но связывают это они с вендеттой. Рабское клеймо на их спинах. Люди не понимают, что они в рабстве. Электронное управление сознанием. Рычаги управления рабами в папстве. У людей нет трагедии понимания. Люди живут словно в прострации. Парализована у людей воля. Нет внешнего признака оккупации. Но рабская у людей доля. Они забыли, что рождены создателем. Теперь одни порабощают других. Люди забыли, что воли они обладатели. Их дух сопротивления вдруг сник. Люди-боги сегодня стали рабами. Это полный крах пятой цивилизации. Люди теперь словно стадами послушно спешат на вакцинацию. Пандемия – это не программа Бога. Богу нужны гении, а не рабы. Пандемия готовит людям печальный итог. Тьма, как в Риме, по дорогам ставит столбы. Все уже было, но в других масштабах. Теперь организованное уничтожение. Люди в духе оказались очень слабы. Прекращается и деторождение. Все, что творится – это приказ тьмы. Люди не понимают, что происходит. Люди бредут, словно немые. Организованно из мира живых уходят. Нельзя проявлять пассивность. Уходящий сегодня уже навсегда. Надо встать и проявить активность. Человек от Бога не может умереть никогда. Только Бог может изменить ситуацию. Но решение проблемы – за человеком. Люди, как всегда, готовы проявить акцию. Так было не раз в прошлом веке. Сегодня отдельная акция не имеет смысла. Нужна программа, а не акция. Нарисуйте в душе свои замысел. Есть Бог и Пророк для консультации. Тянуть с этим никак нельзя. Тьма наращивает свое давление. Создателям предложена новая для вас стезя. Пора приступить к выполнению. Аминь. Отец-Абсолют. 16 июля 2021 года. Катрен. Только Бог может изменить ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok